Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 июня августа. И я решила описать подробнее сорт Пиноккио, потому что я показывала, как я его выращиваю в ведре, как я его, у меня на улице, как на него паутинный клещ напал. Но такого вот полного видеообзора, с обзором всего кустика, с обзором спелых плодов еще не было. Я сейчас вам расскажу его. Вот Пиноккио ультраскороспелый сорт для выращивания и в открытом грунте можно выращивать, в вазонах, на подоконниках, на балконах. Я несколько видеосюжетов, когда снимала огород на балконе, именно Пиноккио показывала, что это идеальный горшечный сорт для выращивания на подоконнике. Он не требует формирования, он вообще не требует ничего. Вот его посадил, я вот правда колышку привязала, воткнула такую железную, ну как палочку, потому что видите, сколько плодов, и он начинает заваливаться все-таки на бок. Я ему привязала, и вот таймыру более крупноплодному, который тоже испытываю, можно ли его вырастить на балконе, можно, да. И вот, и Пиноккио он совершенно не требует ухода. Единственное, что я его поливаю, вот он у меня растет тут, ну как в пристройке к дому в теплице, тут очень жарко и немножко даже опрыскиваю, потому что листики иссушаются. Растение очень низкое, 30-40 сантиметров. Вот смотрите, вот моя ладонь, вот такой Пиноккио. Вот крошка, ну карлик, карликовый сорт. Он с отличной завязываемостью, он весь будет у вас плотно нагружен урожаем. Он, видите, как вот с самого низа идут, тут даже не видно под листиками, я несколько удалила сверху, чтобы видно было, вообще было все листьями закрыто. Дальше, дальше, еще вот завязались маленькие завязи. И он, в результате, он будет у вас, плодоношение у вас будет идти непрерывно, начиная с июля, у кого-то даже с июня, и до заморозков. Ну плоды, конечно, очень крошечные, 20-30 сантиметров, они круглые, вот они они. Они идеально круглой формы, шарообразные такие, они не бывают ни плоско-округлые, ни вытянутые никакие, шарики, мячики такие, круглые, небольшие, ярко-красные. Очень сладкие и вызревают они, почему быстро? Потому что они же крошечные совсем, я вот потом сделаю дегустацию, покажу отдельно. Конечно, они никакие там не мясистые, у них, ну там семенная немножко сока, это не те крупноплодные томаты, но дети очень любят. У меня женщина одна, когда покупала в прошлом году семена, говорит, в этом году успела только несколько штучек оставить, все, ребятишки, посъели, все пообрывали. Он же очень декоративный, он для детей как ягодки, красные, сладкие ягодки. Ну вообще используют, конечно, едят и в свежем виде, и для консервации, в маленькие баночки, вот для сорти, для таких, как добавка к каким-то, к желтоплодным, к пальчиковым сортам. Вот этот сорт, я вам показала его в ведре, потому что в огороде пыталась сделать съемку, но он такой маленький, не сидя, не на курточках, никак к нему не подойдешь, чтобы вот так полностью весь куст показать. Это только лежа ложится, там таких проходов нет для моей фигуры. И поэтому я показала вам здесь в ведре, потому что он на улице выглядит точно так же. Вот у меня он есть, и еще карликовый сорт такой же. Так, Пиноккио 113 в каталоге, а есть еще 111 номер, Балконная звезда. Такой же карлик, точно такой же, но он отличается, чем вы его сможете отличить? Плодами. Вот смотрите, Пиноккио у нас вот такой, круглый, а Балконная звезда, плод чуть больше, и он плоско-округлый, у него форма плода, как у настоящих крупных томатов, вот видите как, только в миниатюре, он такой плоско-округлый, а в остальном точно так же, у него, я потом покажу вам его на улице, у него вот такой же куст, и вот так вот вниз, лицом вот так висят на нем помидорки. Точно так же, такие же листья, такой же высота куста, но чуть побольше томата, видите разницу? Она еле уловимая, но она есть, вот эта чуть крупнее. Так что, если кто хочет посадить огород на балконе, вот, пожалуйста, идеальный Гном сорт, идеальный сорт, Балконная звезда, только узнавайте, если будете покупать, есть Балконная звезда, индетерминатная, как Лиана, тянущаяся, двухметровая, а есть вот такая, детерминатный, супер детерминатный, штамбовый карлик, вот, два сорта под одним названием есть, еще есть сорт такой же, Пуговка, все, вот это Побратимы, Пиноккио, Балконная звезда, Пуговка, Пиноккио, Пуговки у меня нет, достаточно этих двух сортов карликовых, я вот высаживаю всегда Пиноккио и Балконную звезду, нынче еще прибавилась Синичка. Хочу сразу сказать про Таймыр, Таймыр, кстати, очень хорошо плодоносит в ведре, смотрите, какие кисти, вот моя рука, такие плоды, прям у него нормальные, настоящие плоды, и он, раз, два, три, четыре, и пятая кисть уже цветет, так что вполне возможно он даст реальный, ощутимый урожай, и если выращивать насчет массы, насчет объема, то, конечно, вот такой сорт выращивать удобнее, чем Пиноккио, но Пиноккио декоративный, радость детям. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, видеообзор карликового сорта томатов Пиноккио.